Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ, меня зовут Андрей Сидло, и это программа в рамках цикла «Формула мира». Мы приглашаем к нам в студию интересных людей, беседуем с ними, узнаем их мнение по поводу такой животрепещущей темы. Сегодня у нас в гостях продюсер Артур Шачнев. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас. Да, взаимно. Ну и, как уже сказал, цикл «Формула мира». Будем сегодня рассуждать об этих категориях. И начать хочу с одной такой фразы, которая мне в свое время как-то попалась, где-то, по-моему, то ли в кино каком-то, то ли еще что-то. «Мне не нужна война», — говорил некий персонаж, «мне нужен мир, желательно весь». Давайте сначала определимся в границах нашего разговора. Вот когда произносится вот эта фраза «Формула мира», что это для вас? Как вы ее слышите? Какие границы? Где она заканчивается? Вы очень интересно начали наш с вами диалог. Предложив мне обозначить границы нашего, так сказать, славобудия, в хорошем смысле этого слова, а при этом дали абсолютно широкое понимание этих граней, потому что ответить на ваш вопрос мне, правда, тяжело. «Мир» — это настолько понятие многозначное и широкое, как любовь. Мы еще тысячелетиями не поймем, что это такое. Причина очень одна. Не нужно понимать, что означает это слово «мира». Он у каждого свой. Нужно это просто осознать. То, что мы называем миром «мир вокруг», это мир, как он уже другой. Их не нужно смешивать. Мне кажется, вот в этом проблема, что человек не осознает особо вот эти вот границы. И когда один подразумевает мир один, другой услышит это как мир другой, начинается непонимание друг друга относительно мира, и начинается маленькая чехарда, заканчивающаяся ракетами, как-то вот иногда любовью. Вот чтобы мы не начали перебрасываться ракетами, я поэтому и решил определить эти границы, чтобы мы в рамках нашего сегодняшнего разговора, здесь и сейчас, поняли, в каком направлении мы будем двигаться. Я готов в понятии мира двигаться во всех направлениях. Вот если вы мне скажете, какой мир интересен для этого диалога для вас, то мы туда и пойдем. А вы знаете, давайте так начнем. Вот мир, как вообще, в принципе, как категория, мир для продюсера Артура и для человека Артура – это разные категории? Разделяете вы это? Нет, мир какой, какой мир? Не знаю. Вот смотрите, для нас вот это название – это как некий бриллиант, у которого много граней. И каждый гость, который приходит к нам в студию, он берет какую-то свою грань. Кто-то говорит, что вот давайте сегодня поговорим. Мир – это совокупность неких планет, предположим. А кто-то говорит, для меня мир – это в первую очередь мир в душе, например. Смотрите, для меня мир – это очень много мир. Вот прям вот так я скажу. Мир – есть мир, внутренний мир человека. Есть мир внешний, окружающий со всеми факторами. Есть мир – это вселенское понятие. Давайте, если вы мне даете такую волю, за что я вам благодарен, я предпочитаю сегодня подискутировать на самую немировую грань этого мира. Я хотел бы поговорить, наверное, о мире с точки зрения градации «мир» и «война». Отлично. Хорошо. Вот, наверное, вот так. Это не говорит о том, что для меня этот мир интересен. Вообще нет. Я, наверное, для того, чтобы о других мирах мы можем философствовать вечно. Мало что поменяется. А вот мне кажется, вот в проблеме вот этого «мир – мир – война» здесь можно немножечко остановиться и подумать. Отлично. Давайте тогда начнем с такого вопроса. Надо ли бороться за мир? Да. Вот, безусловно, да. Это к вопросу «а нужна ли война?» Перефразируем этот вопрос так. Я скажу «да». И здесь очень важно понять, что война тоже бывает разной. Она разная для того, у кого есть эта война. Мы же каждый день боремся со своей ленью, с предрассудками какими-то. Это же война. Она нам нужна. Это борьба в большей степени такая, да? Ее можно назвать любым словом, от этого не поменяется суть. Это противостояние. Оно в любом случае нужно нам для того, чтобы с каждым днем постараться стать лучше, чем было бы вчера. Для того, чтобы, если идти от обратного, становясь хуже, не причинять другому миру, ну, грубо говоря, вред. Соответственно, если мы говорим о такой войне, что это хорошо, то мы понимаем, что сама война – это всегда плохо. Есть такое, понимаете, война всегда как бы наносит вред всем сторонам, да? Она забирает отовсюду. Здесь важно понять, что война, она, как и мир, она тоже многогранная. И в этих гранях нужно очень хорошо определиться. Если вы идете ко мне с войной, чтобы ограбить мою семью, это ваша война. Я не могу каждый день сидеть смирно, потому что война – это плохо, и в ней не участвовать. Потому что вы будете приходить сегодня, грабить мою семью, приходить завтра, послезавтра. Когда закончится все, что можно грабить, вам будет мало, вы приходите, будете меня убивать. Я буду сидеть бездействием, и рано или поздно мои дни будут сочтены. По большому счету, у меня же не было войны, но что из этого плохого, хорошего получилось? Ничего. Мне нужно защищать себя. Это было с первобытных времен, это было всегда. Поэтому война – это… нельзя говорить, плохо это или хорошо. Нужно понять, о какой войне мы ведем речь. Война как фактор – это всегда плохо. Но она будет вечна до тех пор, пока люди не научатся существовать друг с другом в абсолютном мире. Научатся они это делать или нет – это уже десятый философский вопрос. Но мы говорим о реальности сегодняшнего дня. В сегодняшней своей жизни я сомневаюсь, что я застану тот период жизни, когда люди научатся жить в абсолютном мире друг с другом. Поэтому я готов говорить о войне, принимать ее. И я понимаю, что это сегодняшняя реальность. Ничем не отличаюсь от той реальности, что сейчас наступила осень. Поэтому отвергать ее – это глупость. Отрицать ее – это глупость. И не принимать ее – это глупость. Бояться ее – это нормально. А были мысли когда-нибудь, как можно было бы достичь вот этого состояния мира во всем мире? Я вам расскажу совершенно точно, что этого невозможно. Вообще. Да. Я прям готов. То есть моя точка зрения, она не обязательно правильная. Я настолько в этом убежден. Я сейчас постараюсь сформулировать свою мысль. Я очень надеюсь, что мои слова не будут выглядеть спутанно. Но я убежден, что понятие «мир во всем мире» – это глупость. Абсолютно глупость. Прям тотальная. И те, кто об этом говорит, пытается говорить, они либо пытаются просто поговорить, потому что это интересно. Ну, давайте поговорим про мир во всем мире. Класс. Красиво же. Ну, а потрясающе провести время, просто бездарно поболтать ни о чем. Не согласен. Но, по сути, это действительно невозможно. Это нужно признать. Но для того, чтобы это признать, недостаточно так сформулировать. Это глупость. Нужно как-то это обосновывать. Мое обоснование в этом вопросе очень простое. Если мы говорим о войне и мир во всем мире, нужно понять причины. Причины этой войны. Мы можем говорить о глобальной войне. Ну, когда, например, нам по телевизору рассказывают, что Соединенные Штаты Америки хотят с нами воевать. Кто-то смотрит, смеется над этим. Кто-то боится, начинает пугаться и говорит, ах, они там негодяи. Кто-то достает радостный пулемет Максима из-под полы и говорит, наконец-то твой час настал. Это вопрос менталитета. Мы приезжаем туда в гости, и там бедные люди сидят, смотрят свой телевизор и достают пулемет там М-серия и говорит, твой час настал. Кто-то ржет и говорит, вы все просто с ума посходились по порну. А кто-то плачет и увозит детей в штат Кентукки подальше от ближайших территорий. Согласитесь, очень похожая ситуация. А причина-то одна. Телевизор повещал, люди среагировали, каждый в миру своего восприятия. По факту, ни один, ни второй участник этой страны не являются ни инициатором, не составляющей природы этой войны. Возникает вопрос, где первоисточник? Первоисточник тот, кто, например, в телевизор для начала придется эту дискету искал. На, покажи. Это политика. Поговорим о политике очень быстро. В два предложения. Политические стороны, устраивающие войну друг с другом, у них есть только одни причины. За счет этих агрессивных действий либо решить часть своих проблем, либо, например, получить то, что они видят возможно получить благодаря. Одна и вторая миссия, она изначально в своих инициаторских адовая просто. То есть, если ты хочешь за счет чужих слез, горя и крови решить свои проблемы, то по тебе плачет просто демон где-то там далеко. Если ты хочешь у кого-то что-то отжать средством войны, то ты тоже как бы не очень хороший человек. А что дальше разбираться, какой смысл, кто прав, кто виноват, если изначально. А других причин я еще не застал. Я люблю анализировать первопричины многих войн. Мы сейчас давайте немножко наш ракурс поменяем, потому что когда мы наблюдаем некие глобальные события, это один подход. Вот есть вы, есть человек, который там слышит о том, что, вернее, включает телевизор и что-то там смотрит и каким-то образом на это реагирует. И надо ли, во-первых, реагировать на то, что говорят по телевизору, предположим, или там какой-то сосед или еще что-то. И как правильно это делать? Мы живем в тяжелое время. Все интервью у нас начинаются с этого вопроса. В этом тяжелом времени человек, он должен понимать, что происходит. Для того, чтобы стараться себя в какой-то мере от чего-то обезопасить. Ну, информацией нужно владеть. Мы живем в век информации. Если мы говорим о том, что нужно ли на это реагировать или не нужно, нужно. И здесь мы опять уходим в частности, о которых вы говорите, что вы со мной не согласны, а я готов с этим спорить. В итоге все замыкается на человека, на конкретного. Я прямо в этом убежден, потому что, ну, я имею представление, как выстроенная политическая система в нашей стране. Даже если очень сильно кто-то очень высоко захочет что-то, то пока кто-то еще чуть-чуть повыше не скажет, окей, этого не произойдет. Это как бы определенная реальность. Другой момент, что тот, кто очень-очень высоко не может транслировать миллионы окей ежедневно, а запросы есть. Вот нужно это немножечко понимать. А ошибочно ли эта система по-шему это так или нет, наверное, судить не нам. Это же последствия. Ну, да. Это же последствия, это же не первопричина. Здесь сто процентов с вами, я согласен. Но помните, я сказал, что нужно немножечко, почему глупо говорить о мире во всем мире? Я же вот как раз обозначил, что есть разный менталитет. Один человек восприрует негатив, четвертый говорит, давай у него отберем там нефть, для этого придумаем здесь войну. К чему я все говорю? Не нужно рассуждать глобально. Это просто спор ни о чем. Нужно просто прийти вот сейчас здесь и опустившись на землю, посмотреть правде в глаза. Люди гигантски различные в своем внутреннем восприятии. И все это очень сильно нам напоминает джунгли. И не нужно искать истину там, где ее нет. Нужно признать. Нравится это кому-то или нет, мы живем в джунглях. И это очень легко объяснить почему. Вот мы едем на дороге, в автомобиле, никого не мешаем. Нас подрезает какой-то человек. Мы говорим, что он козел. Ну как бы кто-то говорит, ах ты козел и подрезает его в ответ. Кто-то кого-то мало, вы друг друга побьют лица, а кто-то запомнит номера, завтра у него найдут кокаин дома. Миллиону как бы версий развития этого прекрасного события. Но мы не будем отрицать один факт. Кто-то взял, кого-то подрезал случайно, а кто-то это сделал умышленно. Потому что у него есть некие свои комплексы, я сильнее, я как бы доминирую. У меня дома маленький щенок, ему полтора месяца. Он три недели назад еще меня очень любил, а сейчас он пытается уже мне показать, кто в доме хозяин. Как бы это природа. Мы можем говорить про мир и войну, но не нужно как бы давать природе понять, где ее место. Это немного ошибочная версия. Можем изменить природу, но для начала давайте ее изучим. Невозможно прийти и говорить, я перепаяю плату в компьютере, не зная, чем отличается конденсатор от транзистора. Изучи, иди паяй. Мы не можем изменить природу, не зная ее суть. Мы до сих пор не разобрались, Бог там есть или как бы нет, но уже готовы что-то менять. Притом то, что мы готовы менять, сами относим это к возможной версии сотворения Богом. Давайте разберемся в источниках, прежде чем приходить и наводить свои порядки. Мы живем в джунглях, это нужно признать, где были свои львы, свои черепахи, свои пантеры. И тот, который придет посреди джунглей и скажет, я пришел сюда сотворить мир, это будет осел, которому подойдет пантера, откусит пол лица и скажет, у тебя был очень вкусный мир, а вторую половину отнесет еще своим детям, и вы с этим ничего не сделаете. Мы с этим живем каждый день, и нужно это признать, и к этому нужно быть готовым. А что происходит сейчас? Сейчас и происходят джунгли. К нам приехали очень многие гости из Кавказа, чеченцы, дагестанцы и прочее. Вот люди их либо принимают, либо им безразлично, либо кто-то говорит, вот они здесь плохо себя ведут, негативно. Как бы, ну, я сейчас не говорю, что они из джунглей приехали. Я говорю о том, что у них есть свой менталитет, а у нас свой. И не надо вешать всем ярлыки. Этот плохой, этот хороший. В Кавказе живут потрясающие люди, очень много их там хороших. А есть отвратительные, но так и у нас они есть. Это везде одинаково. Каким образом себя осознать как человека? Вот. Как раз очень важно понять, что мир не надо искать во внешнем периметре. Потому что мир, он как бы у каждого свой. Вот то, с чего я начинал наш сегодняшний разговор, с того, что мы запутались, о каком мире мы говорим. У каждого человека есть свой мир. Вот он мой. Мое восприятие внешнего мира, это тоже часть моего мира. Так вот, я считаю, что человек, который говорит, я сейчас приду в мир навести порядок, это как бы либо идиот, либо потенциально это просто тиран, который нужно избавить от общества. Единственный способ сотворить мир, это сотворить его внутри себя. Вот проснись завтра и просто считай, что я завтрашнего дня ну как бы человек мира, потому что я не люблю войну, мне не нужен этот негатив. А я буду человек мира. Что это значит? Я буду вежлив с людьми, я буду стараться помочь там ближним. Мне вчера пришла мысль, которую я с маленьким самолюбием считаю мудрой. Знаете, как я ее сформулировал? Я посмотрел передачу, ну одно из знаменитых реалити-шоу, там мальчик из детдома прочитал такую речь о детдоме и весь зал плакал. Очень трогательные на самом деле, такие были пять минут, и во мне тоже она нашли как бы слезы. Но я понял одну маленькую вещь, чтобы спасти свой мир, сделать это очень тяжело. Мы же погружены в кучу проблем, сложностей. Прям тяжело, это нужны силы, еще что-то. То есть свой мир правда тяжело спасти, но очень легко это сделать чужой мир. Когда ты видишь, ну, у человека, который в чем-то нуждается, как правило, мы видим не тысячи его сложностей, мы видим самые острые. И бывает так, что люди способны нам помочь. вот спасти чужой мир гораздо проще, чем собственный. Если каждый человек осознает это, и при случае он, не ища взамен, причинит это добро, или спасет, или еще что-то, парадокс в том, что однажды как бы спасется его мир над другими руками, если мы так начнем жить. Есть такая теория о том, что все, что мы видим вокруг нас, это отражение наших неких внутренних составляющих. И вот это очень вписывается в ту картину, которую вы сейчас нарисовали. То есть, если я вижу у кого-то там какие-то проблемы, это значит, что это отражение моих проблем в том числе, и когда я помогаю бескорыстно помогаю этому человеку решить эти проблемы, на самом деле, я в конце концов так или иначе помогаю себе. Да, но в моем случае было это все дело более конкретное, без вот не нейрокосмоса, а прям прям вот впрямую. Представьте себе, что наш мир сузился до всех, кто находится в этой студии. И мы все просто решим жить вот таким образом. Вот я вот, например, захочу помочь вам, вы там, вашим коллегам, и в итоге это все придет ко мне, а я с этим не мог справиться, потому что мне тяжелее решать свои проблемы. Это работает. И вот этот мир, о котором я говорю, он очень, он по факту очень прост. Почему я говорю про джунгли и делаю на этом акцент? Невозможно сесть посреди джунглей, если я ослик, вот так вот и сказать, я спасу там попугая, он спасет кита, кит, спасет меня в лесу, потому что, опять же, придет леопард и всем нам просто даст по ушам. Нужно принять правду, не нужно ее избегать, не нужно философствовать, рассказывать красивые слова, которые вот они живут, ровно столько, сколько они произнесли. Нужно признать некоторые вещи. Мы живем в опасности. Это правда. И перевоспитать всех мы не сможем. Завтра какой-нибудь бородотый парень, которому там предала его его женщина или там кто-то ему зарплату не заплатил, пойдет и обидит другого, который ни в чем не повинный ехал куда-то. Это правда. К ней нужно быть готовым. И в Бахавабгите есть такая фраза, я очень люблю цитировать, относясь равны к счастью и горю, к потере приобретению победе и поражению. Готовься к сражению. Так ты избегнешь греха. Это очень крутые слова. И в них абсолютная правда. Мне ничто не мешает нести с собой или ставить с собой мир, но я должен быть всегда готов к этому сражению. И тогда я верю, что немножечко что-то поменяется. Потому что если человек создаст мир внутри себя, то он поймет, кто он на самом деле. Во всех и опять же, почему я привожу пример природу. Здесь не нужно блуждать. В древние времена, когда сходились различные в войне стороны, они договаривались, как они будут одеты. Кто-то будет в кольчуге красный, кто-то в серебристый, что друг друга не будет. Они об этом договаривались. Потому что они понимали масштаб бедствия для друг друга, если они об этом не договорятся. Потому что когда на тысячу людей все в перемешку одеты, то они все друг друга убьют своих. Это всегда было так. В лесу дикий зверь знает, как выглядит не дикий зверь. И не дикий зверь знает, как выглядит дикий. Мы живем в мире лжи, лицемерии, обмана, где мы не знаем, как кто выглядит. Мы идем навстречу и не понимаем, человек воткнет нам в спину сейчас нож или нет. А не думать об этом, почему он нам должен воткнуть, да потому что он может это сделать. Мы не понимаем природу человека, мы разные. это нужно осознать. Понятно. Зигмунд Фрейд в свое время сказал такую фразу сделать человека счастливым не входило в планы сотворения этого мира. Согласны ли вы с таким высказыванием? Я согласен со смыслом, который есть в этой фразе. Да, этот мир страданий или удовольствий. Да, я согласен со смыслом вложенном в эти слова. Но я не готов разделять точку зрения человеку, который возвысил себя в рамке чуть-чуть выше, став критиком того, кто сотворил этот мир. То есть, если человек комментирует этот поступок, то он стал критиком, я его так называю. Если он считает, что он критик того, кто сотворил этот мир, не зная, кто его сотворил, у меня вопрос. А вот вы сейчас становитесь в позицию того человека, который сказал, а вот эти два товарища, которых я сейчас вижу по телевизору, они не совсем такие, какие мне нравятся, и включают кнопку. Человека, который я привел, в примере анализировал наш с вами диалог, проявил агрессию. Я сказал, что я не могу согласиться. Я высказал свою точку зрения. Я сохранил свой мир относительно этого персонажа в Зиму Доправе. А человек, который привел в пример я, он этот мир не сберег. Это то, о чем я и говорю. Человек, который анализировал, я привел в пример, назвал меня неким словом, он проявил агрессию. Это вот некие природные составляющие. Я сказал, что я согласен со смыслом, но не могу разделять точку зрения. То есть я не оскорбил господина Фрейда по той простой причине, что я сохранил мир в себе относительно себя и его. А человек, анализирующий наш с вами диалог, этого не сделал. Вот в чем разница. Да, вот сейчас мы подходим к моему самому первому вопросу. Где вот эта граница? Мир, не мир? Мы ее сами назначаем. В этом и речь. Вот мир, вот он у вас свой, у меня свой. Вы уже обозначили, да, там, не оскорблять. То есть вот это уже характеристика некоего мира, да. Помочь другому, это тоже характеристика некоего мира. Это все очень такие голые слова, которых миллион. Вы же это поступками подтверждаете? Я подтверждаю природой. Природой взаимодействия. Мир, вот у меня свой, у вас свой, у других людей, у каждого он свой. Мы живем не в вакууме одиночества. Мы взаимодействуем друг с другом ежедневно. Люди, они общаются, употребляют какую-то пищу. Взаимодействие, если имеет наша природа, то отрицать взаимодействие наших миров, это тоже глупость. То есть, иными словами, наше восприятие мира взаимодействует с вашим. Мы каждый день друг друга задеваем. Вопрос задевания этого, он может иметь либо положительный характер, либо отрицательный. Я за положительный. Вот о чем речь. Не важно, что это будет. Не оскорбить, не ударить, не послать человека в лес там. Вопрос именно в том, какова будет природа моего взаимодействия с ним. Я могу элементарно даже, вот я сегодня опоздал к вам в гости. Я мог проигнорировать это и как бы я же опоздал, ну окей. Я даже мог сказать извините. Это очень негативно я бы вас заделал. Я готов тут просто, да, просто каждого еще погладить и обдясть сказать, ну правда, простите меня, потому что мне действительно это неудобно. Это взаимодействие. Мое олицетворяет мир. Я уверен, что если... А природа войны, вот это очень тонкая вещь, которая тоже с ней половина людей не согласятся. Она из-за комплексов неуверенности в себе. То есть мне никто не мешает быть каратистом очень классным и хорошо дать кому-то с ноги по ушам. Но я не нуждаюсь в демонстрации этих вещей, потому что у меня нету комплексов, я в себе уверен. И я сижу сейчас напротив вас и рассказываю вам о том, как нужно взаимодействовать, ну как бы по-доброму. Человек, который на улице опять же кого-то подрезал в машине, ему ничто не мешает сказать ему дружище, я прости, это сделал нечаянно. И в ответ он увидит брат, все отлично, ты мне даже фару не разбил. Потрясающее же происшествие. И они оба останутся с каким-то наполняющим заряженным такой вот добротой, потому что прислоняясь друг к другу, мы в любом случае обмениваемся определенными энергиями. И сейчас мы уходим в другой мир моего любимого словоблудия про мировоззрение с целью мира и души, но тем не менее. Вопрос, если взаимодействие этих миров наделено положительной энергией, то все хорошо, а отрицательной, то все плохо. И это очень круто проецировать на большую политику, о которой мы не любим говорить. Там же все то же самое. Помните, я сказал, есть две причины. Вы замените их основу, и война очень быстро закончится везде. Ну просто везде она закончится. Кто-то никого-то не захочет что-то отжать, а кто-то не хочет решить свою проблему, а их признает. Представляете себе главу государства любого, у которого все плохо, который обратится к планете Земля со словами «я» а глава плохого государства, у нас все плохо. Проблема не в моем государстве, проблема во мне. Потому что я оцениваю себя как плохого руководителя, но я смотрю правде в глаза. У нас нету более достойной кандидатуры, которая способна помочь мне, научить меня, либо заменить меня и обращаясь ко всему миру. Помогите нам вырасти над самим собой. Этот человек войдет в историю мировых цивилизаций. Но такого не будет. Знаете почему? Потому что комплексы. Это же как это? Надо иметь столько смелости, чтобы на весь мир прийти и сказать «я не способен». Это нужно быть очень сильным человеком. Но здесь замкнутый круг. Чтобы воспитать в себе эту силу, ей нужно заниматься. демонстрируя свой негатив, ты не как бы как прийти в спортзал можно поломать все тренажеры и сказать «вот это я дал». Ну просто прийти в бассейн и его слить. И сказать «я мощнее». Ну и что? Люди в спортзалах они как бы воспитывают свою силу. Мы сейчас говорим примитивной силы, а физической. Но она ничем не отличается от духовной. Для этого нужно стараться, воспитывать себя, свою нравственность. Нужно тренироваться. Для этого нужно хотеть это делать. А иногда проще этого не делать. Иногда проще быть таким. А если хотеть, то как? Ну возможно стать каким-то абсолютом. Потому что мы это понятие не знаем абсолютно. Когда мы достигнем истинности, вот знаете, прямо вот в своем пределе вообще по всем параметрам напишем список, скажем «блин, я везде хорош». В итоге я извиняюсь, я приду в туалет, мне нужно будет просто-напросто пописать, и я получается какими-то не очень чистейшими водами испачкал как бы кафель. Ну или да. Опять что-то не так. Я к тому, что говорю, это невозможно. Вот с завтрашнего дня я буду хорошим. Человек, он и не обязан быть. Лев красивый. Тигр красивое животное. Оно в книге, в красной книге мы его защищаем на Дальнем Востоке. Да, он действует инстинктами. Но он убивает. Он действует инстинктами. У него достаточно определенный, грубый набор направлений его действий. У человека по-другому. человек может самостоятельно стать мирным, счастливым, там еще каким-то. В этом беда. Беда? Человек действует так же. Это мы себе придумали. До тех пор, пока он разум не включает, безусловно, он действует так же. Да и разум включает и действует так же. Преступник, который совершает преступления, он всегда включает разум. Он думает, как его совершить так, чтобы его постарались не поймать. Я убежден, что человек в основном своем действует тоже инстинктами. Разница, вот вы сказали очень правильную вещь, на мой взгляд. Я сейчас не говорю, что вы сказали правильную вещь, я просто так согласен с этим. Разум, он помогает человеку в какой-то момент тому, чего нет у тигра. Он помогает осознать, где его инстинкт на самом деле не очень хорош. Вот в чем дело. Почему я говорю про инстинктов? Потому что вот эта агрессия, которую руляет человек, это же тоже инстинкт. Инстинкт самосохранения. Если у меня есть комплекс невостребности, неуверенности, почему люди вокруг не смирятся с моей истинной силой, мне нужно им ее резко пойти и продемонстрировать вот это вот агрессия. Это же комплекс неуверенности в себе, в природе. Но разум, если он человек развит, он как бы говорит, дружище, остановись. Ты что себя ведешь, как гиббон какой-то напросто дикий. Тоже, кстати, классное существо. Приди в себя и как бы вот, ну, поговори о чем-нибудь прекрасном. Для этого нужен человек, с которым надо о прекрасном поговорить и который готов это слушать. Вот я, опять же, приведу некую цитату. Оскар Уальс в свое время тоже сказал, весь мир театр, но, к сожалению, труппа никуда не годится. Вот труппа, которая находится вокруг вас, она соответствует вашей идеальной картине мира. Ну, или там, мы не говорим про идеал вообще, да, по крайней мере, о том, к чему мы стремимся. Здесь еще важно понимать время, в котором мы живем. В древние времена людям жилось очень тяжело, но очень просто, проще, чем сейчас. Почему? Там было все понятно. Я либо землеводчеством занимаюсь, либо я верховный правитель, либо моя задача там, быть там, не знаю, артистом. В Японии вообще долгое время было четыре сословия. Это были военно-начальники либо военные люди, это были земледельцы, это были политики и артисты. Других профессий не существовало в Японии. Так она жила больше 600 лет и прекрасно существовала в этой стране. Других профессий не существовало. Так вот, люди четко понимали, что они делают по жизни, и у них была уверенность в завтрашнем не в своем внутреннем мире. Сейчас мы живем в эпоху, когда мы отравлены в перенасыщении всего. Пришла мода на социальные сети и поколение просто ломанулось туда, чтобы найти себя там завтра. Все, мы будем зарабатывать деньги соцсетями сейчас. А люди на заводе сидят и говорят, куда вы все побежали? У нас масло там в контейнерах вытекает. Ты куда ломанулся? Кто будет сторожить? Мы начинаем вот эти вот резкие бросания приводят к тому, что человек, который сидит на заводе, хватается за голову и не понимает, что ему с этим делать. Он не может бросить завод и сказать, нахрен мне завод, у меня есть инстаграм. Потому что как бы ему просто-напросто по башке отдадут те, кто посадили его на завод. И ему сказать, ты сначала свой завод преврати в инстаграм. А потом, к чему я говорю, потому что вот это вот время, в котором мы живем, оно мешает нам некой уверенности. Каждый день мы должны думать о том, как обеспечить себя едой. Для этого я вынужден вокруг себя, окружать себя людьми не всегда, кем я хочу. Если бы у меня были миллионы долларов, я бы окружил себя только положительными людьми и давал бы им еще часть своих миллионов долларов, чтобы они окружали себя положительными людьми и создал бы такую классную пирамиду а-ля МММ только в области любви и мира во всем мире. Я знаю одного товарища, который так, ну, по крайней мере, он заявляет, что он так будет действовать. Да? Это кто? Я вам потом расскажу. Я готов подписаться на видео в инстаграм. Вот. Но я вынужден окружать себя и другими людьми, которые в моей цепочке представления, как мне заработать денег на хлеб, смогут выполнять те или иные функции, чтобы себе обеспечить те же потребности. И я не имею всегда возможность окружать себя хорошими людьми. Меня окружают хорошие люди, плохие люди, умные люди, тупые люди, потому что на вакансию тупого человека не пойдет умный. но не я такой вседержитель сижу, им сейчас раздаю название. На их месте каждый воспринимает меня так же. Кто-то считает меня хорошим руководителем, кто-то плохим, кто-то считает меня умным, кто-то считает меня тупым, кто-то говорит, ты тоже тиран, сожгите его кто-нибудь. Это реальность, и мы все в ней находимся, поэтому тяжело говорить об окружении. Мы в нем сейчас, мы как в тюрьме находимся, и причины этой тюрьмы очень простые. Еще в советские времена, а я имею права о них чуть-чуть рассуждать, там было хорошо, потому что наше окружение было маленьким. Оно было 6, может быть, там 10 человек на работе, и мы жили в абсолютном постоянстве. Оно было плохое, оно было хорошее, оно было стабильное. И эта стабильность не грозила нам каждый день апокалипсисом. Сейчас мы живем в апокалипсисе, потому что мы не понимаем, у кого завтра что-то где-то, вот здесь лампочка лопнет, и произойдет что-то иное. То есть вообще непонятно, что сейчас происходит. И в то же время мои слова не имеют никакого значения, потому что все понятно, ничего не происходит. Мы жили-жили, проблемы были-будут, где-то война, где-то мир, ну, соцсети придумали, кто-то спиннер крутит, ну, как бы все окей. Есть ли у вас опыт общения с людьми, которых можно было бы назвать людьми, познавшими мир? Да. Прям большой опыт. Большой, знаете, почему? Два года назад я бы вам сказал историю о том, как я был в Гималаях. И я встречал людей, познавших мир. Прошло два года, я вам скажу, что как бы я не буду рассказать про людей, которые были в Гималаях. Потому что возникает вопрос, какой мир они должны были познать. Люди, которые считают, что они познали мир, это их точка зрения, это их мир. Я с ним не согласен. Человек, который мне вещает «Освободи свое сердце для огромной любви и придет тебе радость», он ни хрена не понимает о том, что мне звонит, например, мой друг и говорит «Прости, Артур, я не могу тебе вернуть долг, я тебя подвожу, я не могу на него злиться, он мой друг, а я не заплатил за квартиру, а там хозяйка квартиры с ребенком, ну кто из нас мир-то познал? Я или вот великий мудрец, который мне говорит про любовь, мне кажется, я познал ее немножечко больше. Знаете, чего? Потому что это как бы мой мир, у него он свой. Я могу сказать точно, что люди, которые познали мир в моем представлении, это невеличайшие люди. Даже самый простой мальчишка может познать свой мир, когда ему стукнут ни за что по носу, он поймет, как он несправедлив, он его познал. Свой мир надо познавать каждый день и не для того, чтобы еще больше углубиться, потому что чем больше мы будем себя загонять в это, тем больше мы там внутри себя наведем новые природы, новых миров, происшествий. Нужно как можно быстрее найти себя в нем. Вот мне 34 года, я очень часто задумывался, что изменится из-за того, что я уеду реально на какой-нибудь дикий остров с палаткой жарить картошку, которую там нигде не купить. И это не потому, что я не нашел себя здесь, не реализовал, не потому, что я сбежал от общества, а из-за того, что реально здесь у меня было все. Дорогие часы, машина, классные женщины, неклассные тоже были. И я был плохим, хорошим, очень плохим и очень хорошим. Я был все отлично, все классно. Ценность всего этого просто меркнет по сравнению с просто вот проснулся я спокойно, солнце зашло, позвонил маме с папой, и у них как бы все более-менее нормально, отлично. Может быть, это и классно для нынешнего времени. Когда-то люди довольствовались тем, что они просто имели рис, и это было счастье. Ну, здесь выбирает каждый по себе. Вот реально. И мир познать, это просто ты определись, вот куда тебя природа на самом деле больше ведет. И не думай ни о чем, не бойся терять, иди туда, и быстрее будет тебе праздник. Ну, вот так я думаю. Спасибо за то, что пришли, спасибо за то, что поделились своей формулой мира. Да. Не знаю, насколько мы сумели продвинуть друг друга за наш разговор куда-то дальше, и стали ли мы лучше за время этого разговора. Тем не менее, все равно я вам благодарен за то, что поделились своим мнением. Спасибо вам большое. Это было очень интересно. за вот этот интересный анализ. Но мир — это очень большое понятие. Чем быстрее мы его сузим до минимума, тем быстрее мы в нем разберемся. Спасибо. Самое трудное в этом мире это жить в нем. И без понимания своей природы, без понимания того, куда мы идем, прожить будет еще сложнее. Поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, заходите на наш канал, смотрите наши программы. Мы очень много разговариваем о вечных ценностях, мы очень много говорим о полезных вещах, которые наверняка кому-то из вас помогут в этом мире добиться мира в душе и мира во всем мире, как бы банально это ни звучало. Всего доброго, до свидания. Телекомпания Баланс ТВ и мультипортал Рузов.ру представляют Уникальный интернет-проект Тысячелетия Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поисках бессмертия.ру в поисках бессмертия.ру Бессмертия.ру Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова